Слушайте, ну что, мы специально в этот раз, когда прошли сборы, сделали новую карточку Сбера для доната. У нас, кто помнит историю, летом мне заблокировали примерно 8, по-моему, счетов Сбера подряд. Для того, чтобы мы не делали сборы на работу северного человека и на СВО. Нам специально блокировали все счета. Именно в Сбербанке. Я начал выяснять тогда, долгая эпопея длилась со Сбербанком. Я могу сделать только один вывод. Мы сегодня завели новую карточку, мы сегодня открыли новый сбор. Карточка ко мне никакого отношения не имеет, к моему номеру не привязана. То есть, для того, чтобы позвонить и заблокировать ее якобы как найденную, уже не получится. Но в итоге ее все равно заблокировали через 3 часа. Сбербанк там опять снесли. У меня только один вывод. Тот человек, который это делает, работает в Сбербанке. Другого вывода у меня быть не может. Слишком быстро. У нас одну карту заблокировали за 15 минут как-то раз, ребят. Только мы ее завели, мы ее даже не опубликовали еще. Именно мы ее уже снесли. У меня только одни выводы. Но по-другому быть не может. Потому что слишком оперативно работает. Вот такую историю я вам рассказал. Потому как даже разговаривая с работниками Сбербанка, они сами такие, хоп. Я говорю, у вас тоже появилось подозрение, что это кто-то внутри системы? Они говорят, ну да. Что-то как-то все слишком странно. Поэтому, ребят, с берега я убрал. Вернул Альфу. На Альфу. Где-то можно написать при переводе пожертвований. Где-то нет. Ну, смотрите сами. Ничего страшного, разберемся. Ну, ничего, поработаем через Тиньков и Альфу. Поэтому, мужики, братья и сестры, давайте поддерживайте. Сегодня буду всем раздавать зарплаты, бонусы, аренды, оплачивать и все такое. У нас обычно донат, когда проходит, в течение следующих суток его уже практически не остается. Там какие-то остаются суммы таким откладом, чтобы на истренный случай. А в остальном сразу оплата идет.